Ну, как можно экономить в кризис? Я вот, например, говорил о тех же лекарствах в аптеке. Есть лекарства зарубежные, есть отечественные, есть индийские лекарства. Цена очень значительно отличается. Например, зарубежные лекарства стоят очень дорого. Например, аналог этого лекарства, сделанного в Индии, дешевле. Наши еще дешевле. Вот, например, тоже лекарство от кашля. Например, есть бронгексин различный, который стоит за 200 рублей и больше. А есть, например, аналог этого лекарства, он называется арбидол. Он стоит 20 рублей всего. Разница в деньгах огромная, а в то же время эффект от того же отечественного арбидола намного лучше. Эффектнее мне даже сама фармацевт в аптеке сказала, вот возьмите арбидол. Я его сама принимаю и очень помогает. Вот от кашля помогает. Те же капли в нос. Ну и так далее. Просто, когда приходят люди в аптеку, им сразу предлагают дорогие лекарства. Спрашивают, не вот от этого, от этого, от этого. От каких-то болезней. Но можно спросить, а есть что-то дешевле? По составу то же самое практически, только сделано у нас. Что касается продуктов, опять же, есть магазины эконом-класса, есть магазины дорогие. Вот, например, есть Азбука Вкуса, а есть там Пятерочка. Есть там Седьмой Континент, есть магазин Дикси. И, кстати, вот по качеству продукты не сильно отличаются. Вот, и можно это все, опять же, купить. Вот, что касается одежды, опять же, можно найти магазины бюджетные и не хуже. И причем, и даже стройматериалы можно купить также, ну, где-то на рынке, а можно купить в фирменном магазине. И тоже разница будет та же. Вот, поэтому здесь, и причем можно купить вещи, которые стоят недорого, а выглядят круто, как дорого выглядят. Вот, я был у Вити Рыбина, да, группа Дюна. Вот, Витя Рыбина, Наташа Санчукова был у них в гостях. Я смотрю, у них так все, этот ремонт такой шикарный. Я говорю, Витя, это, наверное, же стоит очень дорого. Он говорит, да нет, это все копейки. Я, говорит, это все купил там-то, 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 просто надо знать места. Вот, поэтому я так считаю, что просто человек, разумно подходя, учитывая свой бюджет, может всегда найти выход из такого положения.